всем привет с вами леонид вандерфото май 2021 года и наконец-то распаковка благожданной камеры от инстекс инстекс мини 40 что же это за зверь стоит ли покупать и вообще что почем скажу честно я уже открыл коробку посмотрел что там внутри исходя из того что как долго я буду делать обзор но понял что обзор чистой распаковки будет настолько короткий вот такой на минуту поэтому придется сделать это видео и обзор камеры и тест этой камеры давайте расскажу предисловие кто не знаю не знаком с моим отношением камерам инстекс я занимаюсь продажей камеры инстекс и съемкой на них уже 10 лет то есть я снимал на все инстексы что существует вообще в мире и снимал в таких количествах что ну многим до действительно можно позавидно скажем так поэтому я знаю как они работают насколько это удобно и так далее скажу честно каждый год инстекс выпускает новую камеру каждый год запас их вот последние пять лет она становится хуже хуже и хуже да она становится проще в работе то есть вам надо будет просто нажать одну кнопку вы но вы ничего не можете контролировать вы не можете никак влиять на ситуацию и весь принцип и вообще дух моментальной фотографии он уходит то есть да это прикольно там подарок для детей там не знаю даже для себя прикольный подарок ты просто ходишь нажимаешь и не паришься но если ты хотя бы чуть-чуть пытаешься что-то сделать то тебе эта камера не дает и камер таких вот от инстекс который позволяет что-то контролировать фактически осталось также каждый год камера тупо дорожает на одну две тысячи рублей то есть просто они выпускают новую модель старую перестает делать и цена становится выше на две тысячи ну и сразу возникает вопрос а за что мы платим простите вот в данном случае опять же ответ я не получил за что я плачу и чем эта камера будет круче чем другие ну давайте посмотрим не буду вас томить все выводы вы сможете сделать исходя из теста и фотографии которые вы увидите на выходе значит коробка ну стандартная коробка не 6 такого нету что лежит внутри внутри лежат две пальчика батарейки супер китайские их хватит на первое время не знаю на 20-30 снимков хватит вот ремешок обыкновенный черный стандартный мешок инстекс ничего такого сама камера в пупырке и инструкция скорее всего есть на русском там всегда обычно бывает она на русском давайте посмотрим на всякий случай чтобы у вас не обманывать до руководства пользователей есть и картинка как и пользоваться ну с учетом того что есть одна кнопка ну наверное вы догадаетесь да и никаких наклеек раньше они клали какие-то наклейки прикольно что такой красивый сейчас вот ничего такого нету значит вот здесь у меня на картинке написано что в камере есть давайте распаковывать сейчас будет приближение вот она камера спереди пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам сзади сверху ну днище показывать не буду и так значит начнем с простого как камера лежит в руке здесь есть такая первый раз кстати в инстексах такая такой ноу-хау значит у меня вот здесь наоборот на стране для пальца есть такая подставочка чтоб палец не соскальзывал именно вот в таком конструктиве я ни в одной камере и в пленочной металлической вообще ни одной камере в мире никогда не видел вот давайте ну посмотрим сколько удобно значит у тебя получается палец один ложится на кнопку спуска а большой палец сзади ложится на вот эту подставку но как вам сказать палец действительно не может соскользнуть это плюс но вот например для моей руки это минус тем что у нас она неудобно она находится слишком далеко от того места где мой расположенный палец а мой палец на самом деле находится на задней крышке чтобы понимали значит дальше ну как сказать эта штука проскальзывает то есть там должна быть вот как обычных фотоаппаратах такая прорезиненная поверхность или там ребристая на которой палец тормозит свое движение когда он должен соскальзывать с камеры вот в данном случае вот это вот овальный стоп работает как трамплин ускоряющий свой твой палец то есть по факту ну да вроде поддержка есть но если соскользну что соскользнешь окончательно не знаю ну почти но нет откроем лоток посмотрим на крепление лотка кстати эта проблема которая может часто у вас возникать что она отваливается это крепление и как он вообще держится ну держится вот хорошо звук такой резкий лоток прижимая пальцами ну чуть-чуть шевелится чуть-чуть незначительно счетчик кадров стандартная есть значит что еще есть камере вот о чем можно еще рассказать пока не не о чем вы можете посмотреть любой обзор там в любую камеру там будешь хоть что-то да что есть искать здесь нет ничего здесь есть кнопка для включения выключается камера рукой просто нажимая на объектив и селфи-мода их знаменитый селфи-мода я здесь такая торчащая штучка на объективе должен сильнее потянуть об и мне написано селфи он появляется надпись и все и также закрыть давайте еще раз посмотрим на спуск кстати да это важный момент спуск хорошо хорошие плавненький я к тому что он там не надо вдавливать сильно или там что-то еще он такой четенький кстати ну наверное я сразу могу сказать что есть плюс это пальчиковый батарейки все инстексы работают на уборих батарейках там cr2 каких-нибудь которые жрут дофига электричества наконец-то обычный пальчиковый батарейки ну и дизайн условно это инстекс 90 кожаный как который собственно упростили смешали скрестили с инстекс 11 получился инстекс 40 но по факту это инстекс для меня это инстекс 11 инстекс 90 эта камера где аккумулятор где можно отключить вспышку здесь ты ничего не можешь сделать и конечно же я каждый раз вскрываю камеры инстекс говорю одно и то же вспышку отключить нельзя почему почему нельзя было сделать несчастную кнопочку исключения вспышки в чем проблема и я буду делать снова жесткие тесты там против солнца блин в условиях где должна не должна вспышка срабатывать и она будет у меня срабатывать опять же я уверен что многие из вас напишут мне комментарии ты не читал инструкцию там и написано что вспышка будет срабатывать всегда блин ребята она не должна это не логично для фотоаппарата что вспышка всегда срабатывает ну как бы неправильно так не должно быть в этом-то и проблема я понимаю что в инструкции написано что она будет всегда срабатывать окей никто с этим не спорит но так в мире фотографий быть вообще в принципе не должно просто вот что хочу сказать наверное все больше нечего реально рассказать поэтому мы отправляемся на прогулку я беру кассету мы снимаем в разных условиях смотрим результаты выводы о том покупать или нет вы будете делать сами исходя из этих фотографий я вот еще не снимал на нее но я могу сразу сказать купил бы я ее или нет с учетом цены и я бы не купил я бы купил ну что что можно купить в таком случае но наверное точно такая же камера это из q1 такая же глупая которая ничего не имеет но там хотя бы снимок прямоугольный за что и вот это купить за дизайн ног ну не за я не знаю не знаю за что платить деньги за то что она вот в таком дизайне это единственно за что вы можете заплатить но я бы не стал этого делать но камеру конечно же можете купить в ander фото если кому-то все-таки она понравилась я не буду вас отговаривать вы можете снимать окей просто лично я не стал бы убрать вот погнали снимать погнали ребята привет мы сделали наш новый классный мерч поэтому пожалуйста поддержите наш канал покупайте наши майки это нам очень поможет развитие мы обещаем все вкладывать в пленку ну что вот и время теста этой камеры мы приехали в outlet village белая дача собственно это не реклама этого места просто здесь можно пофоткать 10 фотографий и мы были рядом итак давайте про камеру я дома стал подготавливаться к съемке и понял что забыл рассказать вам про батарейный отсек где же он даже я эксперт камерах инстекс не сразу его нашел но я знаю где он должен был находиться но явных его признаков нету на самом деле он вот здесь здесь есть три маленькие точки и чтобы открыть мне надо пальцем их зацепить и силой выдернуть вот эту штуку скажу сразу это очень быстро сломается вот это крепление оторвется у вас момент также обратите внимание что батарейки смотрят в разные стороны хотя пружины смотрят в одну я покажу вам наглядный пример об посмотрите две пружины смотрят в одну сторону а плюс-минус в разную если камера не работает вот она основная причина далее я поставил батарейки дома чтобы проверить хорошо хорошие батарейки или нет значит смотрите это дюрасел который можно нажать чтобы узнать заряд и вот здесь короче у меня заряд был вот почти ну на зеленый фактически да на почти максимум процентов 80 вот этого недостаточно камера с этим зарядом просто не работает точнее так ты ее включаешь и она у тебя вот здесь вот бесконечно мигает а пока она мигает она не заряжена и не будет фотографировать сейчас видите огонек горит значит я могу нажать на спуск но если мигает значит он все еще заряжает вспышку вот это короче на таких батарейках у меня бесконечно мигал и ни разу не зарядил ее далее момент который сразу покажу чтобы включить камеру мне надо нажать на кнопку да чтобы выключить не надо его закрыть очень интересный нюанс если нажму вот так вот у меня вроде как камера уже закрыта но шторка еще открыто но фоткать я не могу что это за промежуточные решения я не понял ног вот добиваем его и все значит что я беру сегодня с собой инстакс мини пинк лимонад это кассета с такими рамками не знаю лимонад почему лимонад если это розовый цвет давить ему и фотки нет и так открываем 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 лоток вставляем нашу кассету ничего не происходит нажимаем ничего не происходит нажимаем на спуск и он нам выдает защитную картонку у меня на счетчике кадров появляется цифра 10 это 10 фото можно фотографироваться так ребята традиционно 10 кадров я попытаюсь испытать камеру в разных условиях сожалению сегодня самый солнечный день и против солнца снимать не получится но вы знаете что снимать солнце нельзя и ничего не получится в принципе давайте начнем с селфи режима традиционно здесь он есть мне надо вытянуть линзу вытянул силой написано селфи он то есть теперь я могу получается сходка себе классный селфач я вижу себя в этом зеркале поэтому но свое лицо я точно увижу стандартная проблема инстексов вы можете до бесконечности мне говорить что я не прав и что это написано в инструкции сработала вспышка зачем она нужна была сейчас в данном освещении зачем она нужна была на селфи режиме чтобы засветить мое лицо или что я не знаю ну это инстекс смотрим фотографию делаем выводы давайте проявку посмотрим одного кадра раз уж мы начали мой помощник вика и мы сфоткаем архитектуру сейчас сфотографируем вику полный рост как она держится за фонарь собственно как-то вот так вот она моя малышка и сейчас мы будем одной рукой крайне неудобно работать конечно нам фотографировать сейчас века сфоткает композицию что у нас будет в композиции этот цветочный велосипед белый цветочный велосипед обращаю внимание что сзади есть стеклянные объекты но они достаточно далеко сейчас будем пробовать снимать макро режим потому что очень важный момент это вообще передача детализации объекта надеюсь камера справится и мы ставим сейчас сэлфи режим то что снимать будем близко но сэлфи это фактически макро я это сделаю оба последнюю слова сэлфи мода вот она сэлфи мода работаем минимальное расстояние 0 3 метра 30 сантиметров до объекта вспышка опять сработал обращаю ваше внимание сейчас века меня сфотографируют в геометрии что-то тип вот эти колонны там все дела я геометрии не очень поэтому предоставим это ей я включу камеру она нажмет на кнопку сейчас мы сделаем вики портрет в цветах как это называется у нас ну вот давайте попробуем неожиданно вышло солнце которым я говорил сейчас мы сможем снять портрет силуэт против солнца посмотрим как он отработает всю эту историю у нас еще один кадр это близкий портрет меня мы всегда делаем портрет меня потому что весь борода и мы можем хорошенько посмотреть ее детализацию на камере как камеры передает детализацию мелких вот этих вот объектов посмотрим наступила ночь и это финальный 10 снимок на этот инстекс я сейчас меня сфотографируют в темноте и мы поймем насколько мощно работает вспышка расстояние будет примерно 2 метра до объекта мы специально берем расстояние 2 метра чтобы увидеть насколько она сильно пробивает если мы сделаем метр я просто буду засвечен если сделаем полтора соуса хотим посмотреть два метра вот это наша цель и маленький итог сегодняшней съемки все кадры мы посмотрели они в принципе приемлемы эта камера заточена на портреты но не на селфи делая селфи ты себя засветишь а если это ребенок то засветит себя подавно потому что моя рука длиннее чем у ребенка все остальное ну ок судите по снимкам сами ну что фоткаем ребята не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал у нас там очень много интересного контента выкладываем различные лайфхаки а также каждый понедельник мы делимся снимками друг друга чтобы каждому как отсоединить вашу работу